Вот еще определение логики, это исследование аргументации, правильность рассуждений и делание выводов. Я как раз сейчас вот это и продемонстрирую. Аргументация, если бы у нас все было так хорошо, это я уже повторяюсь, никто бы не использовал там никакую народную медицину, не читал бы никакие там книги, не писал бы ничего, а все лечились и были бы здоровы, в случае чего, да, аргументация. Правильность рассуждений, вот как раз правильность рассуждений, делание выводов. А если это не помогает, и человеку выбор, либо ты этому следуешь и загибаешься, либо ты что-то ищешь и выходишь из этого, приобретаешь свой уникальный личностный опыт, да, это уже выводы начинают идти. И ты уже выбираешь, жить тебе или не жить. Вот, вот, вот простой вывод. Если вы выбираете жить, начинайте искать. Независимо от где вы ищете, кто ищет, тот всегда найдет. А если вы не ищете, вам сказали, вот так вот. История показывает множество примеров, что когда это вот так вот, они уже все там находятся. Хотя могли бы еще и пожить. Говоря о душевности, неподдельная и бескорыстная заинтересованность точкой зрения или проблемами другого человека. И когда тебя просто-напросто, твою точку зрения не принимают, твои проблемы не знают, и просто-напросто пытаются хаять, это уже никакая не душевность и не духовность. А прежде чем по-настоящему духовный человек продвинутый в духовное отношение человек, он должен заинтересоваться, если хочет критиковать или еще как-то взаимодействовать с этим человеком, с каким-то, который вообще не знает, заинтересоваться, почему он это сделал, то есть проблемами другого человека. И если он знает, как эту проблему решить со своего собственного опыта желательно, а не то, что там где-то там написано в какой-то книге, то высказать это вот так вот, вот так вот. Точка зрения, бескорыстная точка зрения. Почему такая точка зрения? У меня своя, допустим, точка зрения, и вот ваша точка зрения, смотрите, там-то права, а здесь не права. Вот это уже будет и душевность, и духовность. А когда просто так вот говорят, глупости, ни душевности, ни духовности нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...